Со следующей недели для школьников Ненинского округа начнется долгожданная пора. Весенние каникулы. Время, когда подводят промежуточные итоги и собирают силы для финального марш-броска в учебном году. Для маленьких жителей Индиги он запомнится ярким событием, открытием новой школы. Три четверти пролетели как один миг, ведь скучать в одном из самых современных учебных заведений на артическом побережье не приходится. В спортзале индигской школы в самом разгаре тренировочный процесс. Дети готовятся к очередному турниру. Спорт у жителей Северного Тимана всегда был в почете, однако раньше ребята занимались практически в экстремальных условиях. Вместо спортзала у нас было маленькое здание другое, и мы там как бы тренировались. Волейболом мы занимаемся, соответственно, на улице. И зимой? И зимой, да. Серьезно? Да, снегом. А ты волейболом увлекаешься, да? Волейболом и баскетболом. А как часто вы сейчас здесь тренируетесь, и какие вообще секции у вас есть? Баскетбол и волейбол. Волейбол два раза в неделю, и баскетбол тоже два раза в неделю. С появлением новой школы ребята наконец-то забыли, что такое учеба в две смены и волейбол на снегу. Впрочем, ждали этого события долго. В первом классе сказали, что я пойду в следующий год, но пошел только восьмой. Хорошо, что хотя бы вообще пошел. Да. А в целом, вот еще что помимо спортзала здесь классного есть? Точка роста школы лидеров. Мы отвечаем за школьную газету. И, наверное, дело сам и мультимедиа. Для всестороннего развития маленьких жителей Индиги целых три этажа. Здесь и актовый зал, и библиотека, есть мастерские и кабинет домоводства. Просторные кабинеты физики, информатики, химии и ОБЖ укомплектованы современным оборудованием. Если раньше у нас даже дети в межсезонье очень часто болели, то сейчас, в этом году, мы подсчитали, посмотрели, у нас единицы. И это очень хорошая такая тенденция, то есть меньше пропускают. Соответственно, надеемся, что качество образования будет лучше. У нас очень замечательные, просторные, светлые классы. И каждый учитель имеет свое рабочее место, где он может, конечно же, использовать такое оборудование, как интерактивные комплекты. Сегодня в Индигской школе обучаются 63 ребенка, а в том числе и дети из соседнего поселка Ваучейский, которые проживают в интернате. Специально для них организовано четырехразовое горячее питание. Они у нас любят. Особо макароны, колбасу, конечно, курицу иногда любят. Свободное время маленькие жители Тиманского сельского совета проводят за изучением новых технологий. В точке роста дети осваивают азы управления водрокоптерами, занимаются робототехникой и мультипликацией. Такие школьные будни в одной из самых современных школ на Арктическом побережье. Давай, 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 дурочек!